Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего ютуб канала про установление. После развала СССР, крупнейший московский автопроизводитель, завод имени Лихачёва, которым вернули историческую приставку АМА, стал пребывать в кризисе. Ведь в начале 90-х годов российской экономике нужно было переходить на рыночные рельсы. Напомню, что основная продукция АМАЗИЛ – это были среднетоннажные бензиновые грузовики. ЗИЛ 4362С2 «ФЕРУС» – латвийско-российский опытный среднетоннажный грузовой автообиль завода имени Лихачёва, представленный в 2004 году. Любопытно, что в 2011 году в одной из латвийских газет была статья про этот прототип. В заголовке газеты было сказано, что буквально через 10 лет, то есть уже в этом году, машина полностью заполнит весь рынок России и Европы и станет лидером продаж. Как вы заметили, на дворе уже 2021 год, и это, к сожалению или к счастью, не случилось. ЗИЛ не стал лидером продаж в 2021 году. ЗИЛ 4362 часто называют увеличенным бычком, но на самом деле это не так. Новый среднетоннажник завода получил ряд новых конструкторских решений. Грузовик оснастили двигателем Cummins объёмом 3,9 литра 150 л.с. и пятиступенчатую механическую коробку передач ZF. В перспективе в России был предусмотрен более дешёвый минский дизельный D245-30Е3 класса Евро-3 мощностью 155 л.с. Конструкционные изменения потребовали усиления передней оси, которая теперь выдерживала нагрузку до 3 тонн. Грузовик оснастили гидроусилителем руля, пневмогидравлической системы тормозов СБС, запатентованной именно ЗИЛом. Колёса получили эффективные дисковые механизмы торможения. Данный проект должны были производить сразу после презентации в Латвии, но как это бывает часто, это не произошло. Слишком много было экономических препятствий и нестыковок, перестали выделять средства в нужном размере, и все проекты, к сожалению, пришлось сворачивать. Серийное производство модели ЗИЛ 4362 так и не началось. Выпуск машины не удалось наладить ни в Москве, ни в Латвии. Запланированная стоимость грузовика в России была 1 миллион 400 тысяч рублей, в Латвии на 400 тысяч дороже. На этом всё. Не забудьте пару слов оставить в комментариях. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч.